Ян, приветствуем. Ян, приветствуем. Давай, может быть, начнем с самого главного, того, что сейчас происходит на территории Тайваня и Китая, вот этот вот предполагаемый конфликт, этот треугольник США-Тайвань-Китай. Расскажи, что сейчас происходит там, какие есть новости? У нас в случае военной аналитики, наверное. У военной, слава богу, с военной точки зрения ничего пока не происходит. Определенного, да, мы видим, что самолет, наверное, приземлился, и Китай никаких ударов не нанес, никаких провокаций ни с какой стороны не было. Но Китай всем объявил, да, вот эти большие учения. И если кто-то плохо понимает, то учения не на территории Китая, не только на территории Китая, но и прямо вокруг острова Тайвань. То есть прямо вот военные, морские, да, морской десант китайский будет тренироваться, как они это говорят, прямо вокруг острова. И что за этим последует, мы посмотрим на самом деле. Они, насколько я помню, увидели сначала с завтрашнего дня, потом перенесли чуть ли не на сегодняшний вечер, старт этих учений, плюс авиация там летает китайская, американская. В общем, обстановка такая накаленная. Но очевидно, да, что китайцы выбрали не конфликтовать непосредственно с США. Ну а что будет, когда там даже, наверное, успелось улететь, но посмотрим на самом деле. Яна, позволь, последний вопрос именно про перспективу военного противостояния. Много сообщений о том, что власти Китая объявили такие некие учения неподалеку от Тайваньского полуострова. Скажи, насколько это обостряет ситуацию? Насколько в случае стягивания большого количества войск, приближенных к Тайваню, грозит реальным военным конфликтом? Или все это, на твой взгляд, является таким просто игрой дипломатов по запугиванию оппонентов? Ну, все-таки Китай страна, понятно, да, с экономической, с точки зрения, очень сильно зависящая от внешнего мира. У них как бы экономическое могущество на этом строится. И они вот так вот, как Россия, себя отрезать, наверное, не готовы. Ну, экономист лучше об этом расскажет. Ну, понятное дело, что когда есть много войск, да, какие-то случайные моменты, случайные инциденты всегда могут привести к столкновению. Но я думаю, что в такой дисциплинированной, да, армии, как китайская, понятно, что без команды сверху ничего не произойдет. То есть сложно предположить, да, что даже если какой-нибудь самолет, там, будет сгиб китайский, то все, значит, китайская армия сразу автоматом начнется нападать на Тайвань, полетят, значит, ракеты и все такое. Нет, я думаю, что они будут действовать по своему какому-то плану. Но тут тоже надо понимать, они должны были как-то действовать. Они не могли просто взять и сказать, ну, ладно, пусть идти там на спеллозе, ну, ладно, пусть там Тайвань делает, что хочет. У них же как бы стоит вот этот вот план давления на Тайвань, да, то, что они не признают Тайвань и так далее. И поэтому, вот, возможно, это учение, это просто такая демонстрация силы и демонстрация действий, вот как таковых. Мы делаем, мы, значит, хотим, да, вот с этой проблемой как-то справиться. Но все-таки я очень-очень сомневаюсь, что они пойдут на реальный конфликт. Ян, теперь перейдем к, к сожалению, к реальному конфликту, который уже 160 дней происходит на территории Украины, война, которую Владимир Путин развязал. Помоги, пожалуйста, нам и нашим зрителям разобраться в том, что сейчас происходит на полях сражения. Я прошу показать карту, которую подготовили наши дизайнеры. Если можно, попросить тебя, Ян, помочь нам разобраться, что именно там происходит. Давайте начнем с общей карты Украины, какая-то краткая сводка. Да-да-да, давайте посмотрим. Вот общая карта, ну, никаких заметных изменений нет. И, в принципе, на ней ничего и не видно, потому что нужно смотреть более какие-то локальные участки. В данном случае ничего не меняется. Это с какой-то предупреждения, да, хорошая новость для Украины, потому что она продолжает одержать надежную оборону. Ну, наверное, одни из самых главных событий сейчас происходят на Восточном фронте, поэтому давайте посмотрим более локальную карту. Вот, да, вот здесь, вот на линии Северс и Пахмут, украинские войска продолжают обороняться. На самом деле, есть много разных сообщений о том, какие небольшие населенные пункты взяты, какие освобождены. Да, много раз мы слышали про освобождение захват вершины, Покровского и других небольших поселков, Вандалиев и Верхнекаменского. Но в целом понятно, что пока российские войска не могут подойти достаточно близко, что к северу, что к Пахмуту, и, ну, и к Солидару, на самом деле, вот только середине, где-то между ними находится. И украинцы здесь достаточно неплохо обороняются, продолжают это делать. Если мы чуть-чуть южнее переместимся, уже ближе к самому Танецку, на следующей карте, да, вот здесь, нет, это не совсем по карте, ну, ладно, давайте я так расскажу. В общем, в районе Танецка есть такой поселок, город, точнее, Авдеевка, вы, наверное, знаете его. И сейчас последние, наверное, несколько дней, может быть, даже неделю Авдеевка стала таким вторым, второй точкой, да, соприкосновением, вторым важным пунктом, который российские войска штурмуют, в том числе пытаются идти через поселок Пески, который находится южнее. И много, достаточно, российская пропаганда пишет о некоторых успехах российской армии там. Украинцы, конечно, сообщают, что никаких успехов у врага нет. Но мы точно знаем, что там очень-очень-очень массированные обстрелы, артиллерия работает российская. И это может свидетельствовать о том, что российская армия поменялась немножко плана для этого района, и они решили попытаться там пробиться, и вот уже несколько дней продолжают эти руководители. И еще интересно... Да-да-да. Все-все, продолжай, не буду перебивать. Если есть еще что-то по карте, то продолжай. Да, следующее, давайте посмотрим на южный фронт. На самом деле, тут ничего существенного в плане изменения фронта не произошло, но довольно интересные новости сообщают украинские, украинская сторона о том, что российские части перебрасывают на этот фронт дополнительные войска, и достаточно большие. Я слышал от центров там 30 батальонов практически. На самом деле, это очень такая странная, непонятная новость, потому что украинцы говорят, что вот русские готовятся атаковать в сторону прямого рога, но эта атака выглядит очень такой странной, поскольку мосты повреждены, полу моста через Днепр, то есть снабжение затруднено. И даже тех войск, которые там уже находятся, если перебросить туда дополнительные войска, будет еще сложнее, и совершенно непонятно, на самом деле, как вести атаки на Кривой Рог или, может быть, на Николаев, как уже пытались в самом начале войны делать российские войска, у них тогда ничего не получилось, в том числе потому, что здесь местность, в принципе, не очень, и местоположение не очень удобное, чтобы вести эти атаки, поскольку такое пространство широкое, нужно вести атаки расходящимися направлениями, это значит, что нужно подключать еще больше войск, и это все как бы осложняет российский армию. Поэтому я думаю, что это либо какая-то дезинформация с точки зрения украинских стран, либо, может быть, это перебрасываются в войска, чтобы как раз укреплять просто границу и не потерять Херсонскую область, да, границы собирались ее отбивать. Вот, наверное, примерно такие новости с южного фланга. Ян, вот как раз хотел задать вопрос. Нью-Йорк Таймс недавно писали, что российская артиллерия обстреливает украинские войска, прикрывая Запорожской АЭС. Ведь по ней как бы нельзя нанести ответный огонь, собственно, поэтому они так и поступают. Вот, собственно, вопрос такой, утилитарный, скажем так, насколько эта тактика им реально помогает, и более этическая сторона вопроса, является ли это по формальным критериям военным преступлением? Я не думаю, что точка обстрела со стороны Энергодара, да, и АЭС, которые там находятся, она достаточно важная, потому что отсюда российские войска могут стрелять только на другой берег Днепрад, далеко достаточно от фронта, ну, только по мирным, по сути, целям. Да, с точки зрения террора, который российские войска устраивают, это с какой-то точки зрения, да, выгодно. Но никаких там больших скоплений не происходит, именно там вряд ли это можно найти. Они все-таки чуть длиннее были же к Херсону, к Николаеву, и поэтому, конечно, это скорее такая просто показательная акция. А то, что они прикрываются атомной электростанции, да, вы уже много говорили, и глава МАГАТЭ уже возмущался, и украинцы сами возмущаются, конечно, это нарушение всех правил. И я так понимаю, что украинцы не стараются, да, вносить какие-то ответные удары, чтобы не повредить атомную электростанцию. Были только видео о небольших ударах, точечных дронами Камиката. Но они настолько маленькие, воломощные, что они не могут повредить как-то, да, саму станцию. Вот, но в целом это, конечно, чертовое поступление. Просто оно на хоне всех остальных, оно уже не выглядит каким-то, знаете, удивительным, да, ну, то, чего вполне можно было ожидать от российской армии. Ян, у меня напоследок вопрос. Мы много следим за передвижением, и в том числе благодаря тебе и другим военным экспертам, за передвижением российских войск на юге, где планируется, по всей видимости, аннексия территорий, и пропадает из поля зрения то, что происходит на уже оккупированных территориях, которые уже полностью подконтрольны Кремлю, речь про Донецкую и Луганскую области Украины. Скажи, что там сейчас происходит? Наблюдаешь ли ты и твои коллеги военные эксперты перегруппировку военных сил там, какое-то укрепление оборонительных редутов, и вообще в целом, как жизнь на оккупированных территориях, которые уже отдалены от официальных властей Украины? На самом деле, по поводу перемещений, я прямо сейчас так точно не скажу, потому что каких-то конкретных данных у меня нет, но, да, я думаю, там все идет плюс-минус, как обычно. Есть пара интересных моментов, например, то, что пропагандисты в Донецке начали много сообщать о вот этих вот разбросанных минох-лепестках, возможно, вы слышали про них. Изначально, когда их первый раз показывали, уж довольно давно они про это пишут, но это были какие-то единичные случаи, и казалось, что это просто такой пропагандистский прием, вот принесли с собой мину. Это такая мина-лепесток, такая небольшая, противопехотная мина, которая, по идее, давно выведена из использования, да, и должны быть утилизировать, но, как мы видим, они еще остались. Вот, и казалось, что это просто такой пропагандистский прием, пришли к мину, положили, сфоткали на стальце, вот пишут что, смотрите, у проекции «Разбрасные мины». Теперь этих видео, фото с этими мины появляется довольно много, вроде бы как есть даже раненые, подорвавшиеся на этих минах, поэтому возникает уже вопрос, откуда они там взялись, действительно, или могли украинцы их разбросать, это не разбрасывать с самолетов Су-25, а точно, с штурмовика, из таких специальных кассеток. Вот, или, например, это сами российские войска их разбросали, учитывая то, что очень близко находится фронт, где на ней туда, вот с собой отдельно, я могу предположить, что, наверное, скорее всего, какая-то сторона, я больше вспомню, потому что российская просто у нас тут промахнулась, именно фронта, и забросала из них в самом городе. Вот, это вот, наверное, самое интересное, но всю эту информацию, что еще надо проверять, надо всегда очень внимательно относиться к этому, к тому, что публикуют пропагандистские, да, пророссийские каналы, можно ли там все рассчитать, ну, то есть исключать это. Вот, а так, из интересного происходит, продолжается, да, расследование экспертами, да, того, что произошло, конечно, и многие уже пишут, да, что склоняются, да, эксперты к тому, что там подорвали термоборитический боеприпас внутри этого склада, это боеприпас похожий на тот, который использует российскую установку ТОВ, может быть, тот самый неизвестный, который, собственно, и дал такую высокую температуру, пламени, которая убила людей в том вот небольшом помещении. Ой, Ян, я сказал, что последний вопрос, но извини, вспомнил вот сейчас буквально о случаях отказников, о людей, которые отказывались воевать, мы это видели из молодых ребят из разных республик, но сейчас много разговоров о тех, кто отказался и пытается расторгнуть свои контракты, во время спецоперации, не войны, по закону это можно делать, и они были помещены в такую самодельную тюрьму на территории школ, неких школ в Луганской области. Что известно об их судьбе сейчас, что происходит с теми людьми, которые пытаются избежать участия в этой мясорубке, развязанной Владимиром Путиным? Действительно, да, их поместили в разные самодельные тюрьмы, но, видимо, они остаются еще там, потому что мы знаем, что и писали обращения и из регионов, и их родственники, из самых разных мест, но, насколько я понимаю, их там удерживают, и они, ну, и продолжают, видимо, как-то использовать на каких-то работах, может быть, или действительно. С этой точки зрения, я думаю, это не повезло, потому что в начале войны достаточно легко отпускали, насколько мы помним, и многим все-таки удалось выбраться. там военнослужащие с войной сейчас это сделать несколько тяжелее, но понятно, что таких тюрьм не может быть уж и много, потому что иначе это будет иметь уже лавинообразный такой психологический эффект, и, наверное, все-таки через некоторое время этих людей начнут отпускать, потому что держать их, да, ну, и расстрелять их, да, правильно, а только им законно военного религии, да, сделать у них что-то такое страшное, и, наверное, все-таки начнут отпускать постепенно домой, потому что иначе, да, если эти тюрьмы будут наполняться, наполняться новыми признаками, то другие, да, военные будут это видеть, и как-то их боевые будут сильно падать. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok